Еще бы хотела я поговорить про Зеленского. Люди, которые его знают лично, они отзываются о нем, как о прекрасном человеке, который всегда придет на помощь, он душевный, практически импат, всегда всем поможет. И почему он такой стал? Так его шантажируют, его посадили на запрещенные препараты. Для чего он просит встречу с Путиным? Не за тем длинным столом, который ему так не нравится, а тет-а-тет. Он хочет пожаловаться, поплакать в жилетку. Он хочет бросить эту Украину и спрятаться, как мышка, в угол, чтобы его никто не трогал. Но ему никто этого не позволяет. За его спиной стоит чужая охрана. Это охрана та, которую он не нанимал. Ну, интересно, вот вы это понимаете? Или вы думаете, он прямо вот жестокий такой? Нет, ребята, он тем же человеком остался. Просто он сейчас болен тем, что в него вкачивают, то, что ему предлагают. На самом деле он рад бы был от этой идеи уже отказаться, но у него нет такой возможности. И он хочет помощи от Путина, но почему-то Путин ему отказывает. Путин считает его врагом. Я тоже считаю Зеленского врагом. И я бы приговорила его к спиртной казни. Но если конкретно Путин встретится с Зеленским, он вынужден будет дать указание взять под стражу его, так как тот является преступником. И никакого прощения уже быть не может. Зеленского, Зеленский этого понять не может. Я могу понять Зеленского, мне его искренне жаль. Но его засосала трясина, у него нет обратного пути. Я не знаю, как он выкрутится. Единственный выход уйти в мир иной. Потому что дачи в Израиле, эти не дачи, а роскошные виллы в Майами, на Бали, они его никак не сохранят ему жизнь. Но это реально. И никому он не нужен. Он будет прозябать дальше в нищете. И семью свою подставит под это.